И Сына, и Святаго Духа. Аминь. Иисусе Христе, Сыне Божий, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, которое Ты даруешь нам. Ты собираешь нас всех около Твоей Святой Книги Библии и позволяешь нам, Господи, понимать. Мы и спрашиваем у Тебя благословения на эти занятия. Помоги их провести с пользой для Себя и для Тебя, и во славу Всесвятого имени Твоего, Отец, Сын и Святой Дух, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем! Сегодня 15 мая 2024 года. И сегодня мы переходим к новой книге. Она называется «Первое послание к Тимофею апостола Павла». Вот. Ну, я скажу, что мы идем всегда по порядку. Сейчас я сделаю демонстрацию. И с Божьей помощью приступим. Итак, первое послание к Тимофею апостола Павла, глава первая. Предисловие. Если же кто-нибудь спросит, почему апостол не пишет в силе Клименту Луке или другому кому из многих бывших при нем, а только Тимофею и Титу, то на этом можно сказать, что те еще сопутствовали ему, Павлу. А этим Тимофею и Титу он уже поручил церкви. Поэтому необходимо было предостерегать их через Писание и объяснить то, что они должны были делать. А если спросишь, почему Павел не усовершенствовал их ранее во всякой божественной премудрости, и тогда уже поставил бы их на дело учительства, но пишет к ним и доводит их до совершенства после того, как верил им учительство. Знай, прежде всего, что никто несовершен, хотя бы был и учителем. Напротив, и такой человек много нуждается в руководстве со стороны более совершенных. Особенно нелегко было самому епископу все устраивать своим словом в только что возникающей церкви. Видите? Особенно нелегко, говорит Пефилат Болгарский, было самому епископу все устраивать своим словом в только что возникающей церкви. Затем обратим внимание и на то, что во всем послании дается Тимофею не такое наставление, как ученикам, но какое прилично учителям. То есть он его наставляет не как обычно, вот если мы к фессалоникийцам прошлую книгу проходили, второе послание. Он им говорит, как ученикам. А здесь апостол Павел пишет наставление не ученикам, а учителю, то есть человеку, который учит. И не просто который учит, а которому вверена вновь образовавшаяся церковь. И причем надо учитывать, что Тимофей был очень молод. очень молод. Итак, 1 Тимофея, 1 глава, 1 стих. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Иисус Христа. Шум какой-то был. Все нормально? Меня слышно? Слышно. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Толкование блаженного феотилла. Поскольку намерен писать, Павел, законоположение Тимофею, то провозглашает себя апостолом, чтобы слово свое сделать достойным без прикословного приятия. Не мое, говорит, буду изрекать, но пославшего меня, потому что апостол значит посланный. Мы знаем перевод греческого слова. Не мое, буду, говорит, изрекать, но пославшего меня, пославшего с большой буквы, то есть Христа. Смотри же, будь послушен. Но только как велико было звание апостола, то, чтобы не показалось, что он гордится, прибавил, по повелению Бога. То есть Павел, апостол, по повелению Бога. Не сам, говорит, я восхитил это, но долг имею неотложный и владычное повеление исполняю. Выражение по повелению, по повелению, сильнее выражение призванное. Видите? По повелению исполняю Бога слово Спасителя нашего. Хотя нигде отец не давал ему повеление, а Христос по повелению Бога пишет. Богом, мы знаем, Библия всегда называется, имеется в виду, Христос называется сыном в Новом Завете, а отец называется Богом. Ну, или Господь там это и Христос называется. Поэтому выражение, хотя нигде, сейчас, минутку, по повелению Бога не сам, говорит, я восхитил это, но долг имею неотложный и владычное повеление исполняю. Выражение по повелению сильнее выражения призванного. Хотя нигде отец не давал ему повеление, Павлу, а Христос. И тут ссылка на то, что Христос дал повеление Павлу, то есть Христос послал Павлу. Ссылки несколько. Я пошлю, сказано, тебя далеко к язычникам. Деяние 22, глава 21 стих. И еще. Тебе должно предстать пред Кесаря. Это все Господь, Христос ему говорит. Деяние 27, глава 24 стих. И в другом месте. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савва. То есть Дух Святой это не отец, не Бог Отец, а Бог Дух Святой. Деяние 13, глава 2 стих. Но принадлежащее Сыну и Духу принадлежит, говорит, Он и Отцу. То есть в этом нужно понимать, что если Христос его послал, то есть помним, когда Павел обратился, когда он в Дамаск влачил христиан для судилища над ним. Ну и для, понятно, для убийства. Явился ему Христос, ослепил его, сказал, Павел, Павел, что ты гонишь меня? И потом иди, говорит, я пошлю тебя. Он говорит, Господи, как твое имя, что повелишь, не исполнить? Он говорит, иди к некоему в свое место. До времени ты будешь слепой, и она не скажет тебе слова, которые ты будешь исполнять. То есть от меня как бы скажет. Отец с него ничего не говорит. Но отсюда мы должны понимать, что говорит Феофилак, то, что принадлежит сыну и духу, принадлежит и отцу. Ну, я уже не раз и неоднократно напоминал, что когда Златоуз говорит, где находится, присутствует одно из лиц Святой Троицы, там полнота всей Троицы. И мы исповедуем в символе вере Троицу единосущную и нераздельную. Нераздельная Троица. Слушай, что следует дальше, говорит Феофилак. Видишь ли, повеление это общее? Обрати внимание и на то, как Давид говорит об отце. Упование всех концов земли. Псалом 64, стих 6. И сам апостол Павел в другом месте говорит, уповаем на Бога живого. 1 Тимофея 4, глава 10, стих. А теперь сын называется нашим упованием надежды. То есть упование это славянское слово означает надежды. Это синонимы. Таким образом, у отца и сына все общее. То есть, если, допустим, апостол Павел говорит, меня послал отец, Бог-отец, иудеям будет, например, говорить, которые не признают Христа, здесь апостол Павел, хотя его послал Христос, апостол Павел здесь ни в чем не погрешит. Почему? Потому что, говорит Феофилак, у отца и сына все общее. Апостол благовременно употребил эти синонимы спасителя и надежды. Давайте вернемся и прочитаем. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. И он говорит, апостол благовременно употребил эти синонимы здесь, спасителя и надежды, так как учитель борется со многими трудностями, ибо вся вражда обращается на него, на учителя, чтобы, когда он падет, скорее пали и те, кто находится под его наблюдением, как сказано, «Порази пасты и рассеются овцы», Захария 13, глава 7 стих, то не должно, говорит, падать духом, ибо мы имеем спасителем не человека, но самого Бога и Отца, который скоро избавит нас от опасностей, то есть спасителя нашего и надежды. Поэтому мы переносим несчастье, утешая себя этими двумя мыслями или тем, что мы скоро избавимся от них, от чего? От несчастья. Мы должны это понимать, что мы же Богу работаем, служим, а Он наш спаситель и наша надежда. И мы этими словами должны себя утешать в скорбе и несчастье. Или тем мы должны себя утешать, что питаем в себе лучшие надежды. Поэтому и нападки бывают на епископов. Златоуст, если кто-то читал Златоуст, то он очень много, много-немного, но говорит о епископах и говорит, без епископа нет церкви, как мы должны их беречь, потому что все нападки идут прежде всего на епископа, чтобы поразив епископа, как написано у Захарии, поразить пастора и рассеять то есть поразив епископа, поразить всех все стадо, так скажем. Так вот, Людмила Зуева приводит нам к римлянам первая глава, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Вот мы это видим, что это визитка апостола Павла, но разница в том, разница в том, что здесь Павел говорит к римлянам, к ученикам, а в нашем случае он обращается к учителю, к епископу Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, видите, здесь просто сказал призванный апостол, избранный к благовестию Божию, а здесь по повелению Бога, апостол это самый высший чин в церкви. Почему? Потому что и почему это нужно было ему подчеркнуть? Потому что он должен был наставлять епископа ни много ни мало. Второй стих. Тимофею истинному сыну в вере благодать, милость, милость, от Бога Отца нашего и Христа и Иисуса Господа нашего. То есть благодать вам, благодать тебе, мир и милость от Отца и от Сына, другими словами. давайте прочитаем полкование. То есть рожденному Тимофею, истинному сыну вере, то есть рожденному мной, говорит, через веру. И мы должны понимать, что отцы бывают не только плотские, бывает, вот допустим, человек, у него нету детей, но это еще невелика потеря, потому что если ты приобретешь детей духовных, то это будет выше несравнимо. Братья, там подсоедините Виктора Савченко, пожалуйста, чтобы не не откликаться. Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа и Иисуса Господа нашего. Толкование блаженного Феофилла, то есть рожденному мной через веру. Предлог В сыну вере означает через веру. Как и в другом месте апостол говорит, «Я родил вас во Христе и Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Я родил вас во Христе и Иисусе благовествованием». То есть через веру. То есть Павел был духовным отцом. Духовный выше Плоцкого. Поэтому отцы Плоцкие, которые родили детей, они обязаны на них возложено от Господа послушание воспитывать детей также в Боге еще. Не просто родил и вырастил человека, но главное воспитать именно в Боге. потому что Златоуст говорит, те родители, которые не воспитывают своих детей в законе Божием хуже разбойников. Потому что разбойники убивают тело, а эти безразличные к духовному образованию своих детей убивают бессмертную душу. Очень мудро добавил в вере. Ибо тем более воодушевить к ней Тимофея. Похваляя же Тимофея называют не только сыном, но и истинным. Истинным почему? Потому что Тимофей более других сохраняет сходство с Павлом по вере. И потому что апостол Павел искренне любил его Тимофея. Он был любимчиком. Тимофей был любимчиком Павла. Почему? Потому что Тимофей он более всех старался. Более всех трудился в очах в глазах Павла. Очень мудро добавил он в вере. Почему? Чтобы тем более воодушевить к ней Тимофея. Ибо если сначала он показал такую веру, показывал такую веру, что удостоен именоваться сыном Павла и сыном истинным, то тем более в нее как во все оружие должен он облечься теперь, чтобы не смущаться и не падать духом. Являть мужественное дерзновение есть дело веры. Нигде в других посланиях апостол не поставил слово милость, а только здесь. Видите, вот сестра скинула нам приветствие кремленам Людмилы Зуевы. А вот здесь еще стоит обратить на то, что нигде говорит в других посланиях апостол Павел не поставил в самом начале слово милость, а только в этом послании, обращаясь к Тимофею. А просят, а по какой причине? И вот Филак говорит, это потому, что по великой любви просят для своего сына большего, как бы опасаясь и трепеща за него. Это его детище, мы должны понимать. Это самый один из важнейших проектов Павла этот Тимофея. Как бы опасаясь и трепеща за него, за Тимофея. Ему он давал наставление даже относительно желудка, представляете? Он даже говорил, что ему употреблять, что не употреблять. И когда он, а мы знаем, что Тимофей был великий постник, и Павел настолько говорил, что говорит, даже говорит, елея вино употребляет ради твоего желудка. То есть где еще такое внимание к своим чадам есть? Это редко увидишь такое. И еще потому, что учитель имеет нужду в сугубой милости. Вы должны это понимать всегда. Учители имеют нужду в сугубой милости. Здесь опять пишем, ибо если Бог Отец наш, то Он заботится о нас как о детях. Следовательно, Он, Он с большой буквы, и помилует, и даст благодать, чтобы всем нам быть облагодетельствованными и иметь мир с врагами. То есть имейте веру, если милость говорит и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа говорит, это говорит, вы должны понимать, что Феофилак говорит, что Бог и помилует и даст благодать, чтобы всем нам быть облагодетельствованными и иметь мир даже с врагами. В чате давайте зачитаем. Сестра Девура приводит первое к Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть если, допустим, Иерея, например, священник, он особо в деле проповеди не трудится, ну и только там, допустим, говорит проповедь положенную, читает, допустим, Евангелие, требы какие-то исполняет и ведет богослужение, в полном смысле его нельзя назвать отцом, потому что он делает то, что ему должно, особо как бы не заморачиваясь. Посмотрите, как Павел воспитывал свою пасту своих учеников. Он говорит впредь, употребляй даже немного вина ради твоего желудка. То есть какое внимание? И важно именно благовествовать и заботиться в своем приходе, да и не только в своем приходе, и вообще именно доносить для людей весть о том, что в мир пришел Спаситель, и нужно обратиться к нему, чтобы Бог тебя помиловал, а Он, Бог, может тебя помиловать только через Христа, вне Христа Он не может помиловать. А где это сказано? Это сказано в золотом стихе Библии, Евангелие от Иоанна, глава 3 стих 16, кажется, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, в Сына, не погиб, но имел жизнь вечную». Следовательно, если ты не уверуешь во Христа, то исходить из обратного, то ты погиб. или ниже в этом же последний стих этой же 3 главы Евангелия, сказано, «Верующий в Сына имеет жизнь вечно, неверующий в Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на ней». Сестра Людмила Зуева приводит 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Здесь сестра напоминает эти стихи именно, что главная как бы обязанность пастыря, это одна из главных обязанностей пастыря, это благовествовать. И если, говорит, я не благовествую, то горе мне, потому что это необходимая обязанность моя. Так, вот сестра Диора пишет, «Тимофей был разумным учеником своего учителя, так как был скорно услышанным и сердце не закрыл и уши». Ну, имеется в виду духовные, да? «Пророки людям, которые не принимают благовестия, называют неразумными». то есть пророки, сестра читала пророков и говорит, что прочтение она увидела, сделала такую, как бы обратила внимание, что пророки людей, которые не принимают благовестия, пророки их называют неразумными. «А тех, пишет сестра, кто знал Господа и отрекся глупыми голубями». То есть, видите, говорит, те, кто Господа познал, а потом отрекся от Него, пророк называет, ну, правильно сказать, Дух Святой через пророка называют глупым голубем. И вот тут, наверное, «И притом без сердца», говорит, глупый голубь без сердца. Те, кто отрелся от Господа. Ага. Это важно. Глупый голубь, то есть, равнодушный, без сердца, каменное сердце. Сестра приводит Осию, 13 глава, 13 стих. «Муки родильницы постигнут Его. Он, сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся людей». То есть, не может родиться человек. Ему благовестие идёт, а у него нет никаких подвижек. Не может родиться. И в таком случае, в конечном итоге, муки родильницы постигнут Его. Кто такая родильница? В Библии всегда та, которая беременна и рождает, называют самой страшной болезнью. В болезни будешь есть, рождать детей, говорит Господь Еве, когда Ева согрешила, в болезни, то есть, в муках рождения. 1 Тимофею, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел продолжает. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Толкование блаженного фенфилакта. Обрати внимание, какая кроткая речь, как он говорил к нему голосом не учителя, а слуги. Он не сказал «я повелел, но просил». Так должны мы обращаться со своими учениками. Мы как обычно люди к ученикам обращаются? С высока. Говорят еще «к нему не подъедешь на хромой козе». В школах говорят по-мирски. А вот Феофилак говорит, толкуя апостола Павла, он говорит, что апостол Павел не случайно сказал, «я просил» вместо «я повелел». Почему? Так говорит, он показал пример тем самым, ибо мы также должны обращаться со своими учениками, но с испорченными и не вполне преданными. Мы должны, говорит, учителя должны все-таки обращаться иначе. А этот подход, что он говорит «я просил, а не повелел», говорит о том, что этот ученик, Тимофеев был очень предан апостолу Павлу. Апостол умоляет его остаться в Ефесе, ибо послание, которое он послал к Ефесянам, было недостаточно. то есть смотрите, как он сеет как может, да? То есть он везде максимально обильно всех снабжает Словом Божьим. И в Ефес и послание послал. И поставил туда в Ефес своего любимого ученика епископа, то есть самого ближайшего, самого преданного ученика. «Ибо послание, которое он послал к Ефесянам, было недостаточно. Посланием люди относятся не так внимательно. Впрочем, может быть, это было и до послания». Тут история об этом умалчивает. То есть апостола Тимофея он направил в Ефес после послания своего или до. Предполагает, что тогда Павел и поставил Тимофея епископом, то есть во время послания. Это вероятно, ибо он говорит далее следующее. «Не сказал умолять, но увещевать. Я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, что более властно и строго. Он не сказал их поименно». Он говорит неопределенно увещевать некоторых. Почему не сказал поименно? Почему имена не назвал? Хотя ведь мы знаем, что он знал конечно же правед. А потому говорит, что через обличение, чтобы они не сделались более бесстыдными. Учить иному значит вводить иные учения, чтобы они не учили иному, то есть чтобы они не вводили иные учения, противоречащие учению Христа. «Ибо среди иудеев было много лжи апостол которые по любви к славе и из желания называться учителями склоняли верных к закону Моисееву. Об этом мы читали и в послании к Галатам и в послании к Коринфинам. Ну и везде и у римлян это постоянно было. Вот эти лжи апостолы они все время склоняли учеников Христовых ново обращенных опять к закону Божьему, к закону Моисееву. Все. Закон Моисеев был уже заменен законом благодати, законом Духа. Так, сестра Любовь Шацкая приводит 2 Иоанна 1 глава 10 стих. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Это вот как раз к этому и относится, про что мы сейчас говорим. Ибо среди иудеев было много лжеапостолов, которые по любви к славе и из желания называться учителями склоняли верных к закону Моисееву. И вот брат приводит дальше 1 глава 7 стих той же книги. «Ибо многие обольстители вошли в мир, исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». То есть видите, как страшно. На самом деле думают, что ересь это не так страшно. Нет, если ты учишь ереси и склоняешься к ереси, то ты уже сын дьявола, потому что кто такой антихрист с большой буквы? Это тот, через которого будет действовать сатана в конце веков. 1 Тимофея, 1 глава, 4 стих. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере». Давайте это в контексте с 3 стихом прочитаем. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере». Это вот частенько такое бывает. Всякие там, я имена не буду называть, но, допустим, которые себя называют православными, верующими. А Слове Божьем не слово, а нравственности не слово, а начинают там всякие родословия, царь такой-то, таких-то правей, еще что-либо. То, что вообще не имеет никакого значения в деле нашего спасения, на второстепенные вещи обращают внимание. Не зря же Игнать Тихонович частенько говорит, что когда ему бывает задают вопросы, он говорит, допустим, какой-нибудь вопрос задает, и он говорит, а это важно вообще для спасения? Оно влияет, например, сколько жен было, например, у Авраама, например, или у какого-то другого праведника, неважно. Он говорит, это тебе что-то даст, зачем ты тут заморачиваешься? Это не будет ли любопытством пустым? Ты не об этом думай, ты думай о том, как суметь исполнить заповеди Божьи и узнать, какие заповеди нужно исполнять, и узнать то, что если ты не исполнишь заповеди, что тебя ждет, то есть нужно думать о главном всегда. Поэтому и говорит, чтобы увещевая их, чтобы они не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божьи, назидание вере. И когда мы видим эти всякие различные споры, мы должны понять, что не тем занимаются, не тем. Потому что когда ты говоришь о догматах божественных, о нравственных догматах, то у тебя не будут там споры какие-то, там у вас будет единогласие, единомыслие, и только будет взаимоназидание. Толкование блаженного феофилакта. И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере. Толкование. Баснями он называет не сам закон, но наблюдения и ложные догматы. Они перечисляли обычно дедов и прадедов, мечтая тем дедам и прадедам присвоить некоторую историческую славу. Говорит, вот этот был мой родственник. У меня вот был такой-то святой. И что, флаг тебе в руки. Если ты не будешь жить по заповедям и не будешь дела подобные этому твоему предку исполнять, то тебе это нисколько не поможет. Бесконечными родословиями бесконечными назвал или потому, что восходят к отдалённым временам, или потому, что не имеют никакой доброй цели, или потому, что не имеют ясности, трудноуловимы и запутаны. То есть почему важно общаться по слову Божию, вот допустим, мы собираемся, почему важно общаться без всяких этих мудростей и запутанностей и говорить там, допустим, ты там, не знаю, там, не родился свыше, там ещё что-то. Это всё, знаете, не об этом нужно говорить. Нужно говорить в простоте, чтобы человек усваивал слово Божие, чтобы оно ему наложилось на сердце, чтобы он вступал в диалог, чтобы ему было интересно, почему вот эти вот тексты, ой, тесты ставим, и они уже, причём, с одной стороны, они, на них просто так тоже не ответишь, не прочитая определённую книгу, да, по которой тесты мы готовим, но с другой стороны, они не сложные, то есть нетрудно догадаться и слово при этом Божие усваивается, и человек интересуется и пытается мыслить, думать об этом, а намеренно, когда ты запутываешь и даёшь человеку понять, что я один умный, а вы все дураки, это плохая подача в слово Божье, не каждый сможет это принять. И поэтому здесь, вот видите, бесконечными назвал родословием, или потому, что восходят к отдалённым временам, или потому, что не имеют никакой доброй цели, или потому, что не имеют ясности, трудно уловимые и запутанные. Не надо запутывать слушающих, ты наоборот распутываешь. Вероятно, что апостол здесь намекает и на еленов, ибо у них есть мифы и родословия, которых они перечисляют свои богов. То есть, Бог ввёл такое домостроительство, чтобы в нём всё было принимаемо верно, а они вводят изыскания, расстраивают это домостроительство Божие. Или, что Бог восхотел даровать нам великое и явил о нас неизреченное домостроительство. Это домостроительство благости его, вводит вера, а никак не происхождение. Между тем, они вводили изыскание. Как это может быть? Как мы будем верить относительно будущего? Изыскание изгоняет веру. Впрочем, для чего Господь сказал «ищите и найдёте». Видите, изыскание изгоняет веру. А они вот эти так называемые «учителя» в кавычках, они вводили изыскание. А изыскание она изгоняет веру. Впрочем, для чего Господь сказал «ищите и найдёте»? Матфея 7.7. И ещё «исследуйте Писание» Иоанна 5.39. «Ищите и найдёте» сказано о прошении просить нужно. И сказано о сильном желании, потому что когда ты что-то ищешь, истину ты найдёшь. А второе, когда говорит «исследуйте Писание», значит «изучите подлинный смысл Писания, узнайте их и прекратите всякое исследование». Изучите подлинный смысл Писания и прекратите всякое исследование, потому что многие говорят даже и всякие там Байроны и так далее. Я сейчас не вспомню этих писателей всех, атеистов, которые Библию читали и критиковали, но они именно исследовали. А не надо исследовать тебе. Тебе Писание, Библию тебе нужно читать для того, чтобы изучить подлинный смысл Писания. И вот на эти слова «изучите подлинный смысл Писания» Игнатий Тихонович даёт комментарий. «Согласно этих слов блаженного Феофилакта изучите подлинный смысл Писаний, его трудно признать православным». Кого трудно признать православным? Феофилактам. «Хотя труды его за последние десять лет переиздавались многократно и по благословению Патриарха, но у православных так уж принято постараться достать книгу, может быть, даже прочитать и благоговейно сохранять на книжной полке». Вот так у православных принято, это мы должны принять как должное, мы не критикуем ничего, просто мы же сами православные. Так вот в среде православных принято постараться достать книгу, может быть, даже прочитать и благоговейно сохранять на книжной полке. А что говорит Феофилакт? Но притворять жизнь, написанную в них, этого никто не требует и к этому не приучены. Книги сами собой, а мы православные благочестивые христиане сами собой. В этих книгах как бы или якобы ничего нельзя подвергнуть самомнению, сравнивая со словом Божием, нельзя не добавить, не убавить. Эти все книги, признанные православными и одобренные патриархом или православным цензором, должны восприниматься полностью и быть вне всякого подозрения, как жена кесаря. Видите? эти книги библейские должны восприниматься полностью и быть вне всякого подозрения, как жена кесаря. Святые отцы так не учат. А как они учат? Они приучали свою пасху проверять даже их речи. Видите, Кирилл Иерусалимский говорил, что чтобы не верили ему, то есть самому Кириллу Иерусалимскому, если слова его не сходятся с Библией, а Иван Златоуст решительно говорит, о чем нет в Библии, о том не рассуждая. Отношение к православным книгам, то есть вот о чем говорить, что если что-то, какой-то вопрос, его всегда нужно ставиться, его нужно всегда рассматривать во свете Святой Библии. Не зря у нас сайт называется во свете Святой Библии и YouTube-канал Игнать Тихоновича тоже называется во свете Святой Библии. Не зря. Отношение к православным книгам у православных верующих трепетно боязливое. Почему? Потому что там стоят мысли святых людей. Но у святых людей не всегда мысли были согласны с Библией. Вот это тоже могут сейчас критиковать наши недоброжелатели скажут как-то. И вот здесь сказано что но и у святых людей не всегда были мысли согласны с Библией и в этих случаях никаких авторитетов не нужно бояться. Всегда ставь на первое место Библию. То что прочитанное согласно с Библией но не согласно с нашей жизнью нужно немедленно вводить в нашу жизнь совершенно отбрасывая общепринятое неверное мнение неверное научение. Несогласное с Писанием то есть смело дерзновенно просто отсекать от себя почему потому что человек не больше Бога хотя он и святой то есть святые могут ошибаться и мы видим в житиях святых много примеров поэтому чтобы не заблудиться изучите подлинный смысл Писаний приводят слова эхилак болгарского Игнатий Тихонович веруем что божественное и священное Писание внушено Богом потому что потому мы должны верить ему беспрекословно почему послание восточных патриархов давайте зачитаем это послание или это вот сказали то что смотрите веруем что божественное и священное Писание внушено Богом потому мы должны верить ему беспрекословно это из послания восточных патриархов в канонической книге дальше святой один говорит как его зовут Никодим Святогорец да давайте послушаем а он Никодим Святогорец если что он был толкователь канонов церковных один из толкователей что он говорит когда читаешь божественное Писание не то имея ввиду чтобы только прочитать лист за листом но с размышлением вникая в каждое слово и когда какие слова заставят тебя углубиться в себя или вызовут сокрушение или исполнят сердце твоей духовной радостью или любовью остановись на них то есть для тебя не главное количество для тебя главное качество вот какие-то сердца запали у тебя сердце возликовало ты порадовался и ты думаешь и у тебя радость неизреченная остановись на этих словах вникни не не гони тебя не главное там можно эту библию можно сколько на 90 часов по ночей кидай ее можно вот сел просто раз два три ну сколько восемь дней и все можно прочитать ее и что в библии не главная скорость главное качество и когда говорит сердце твое исполнилось духовной радостью или любовью остановись на этих словах это Бог приблизился к тебе смиренно прими его открытым сердцем так как он сам хочет чтобы ты приобщился его если ради этого придется тебе оставить неисполненным то что положено было для этой духовной цели не беспокойся об этом ибо цель всех духовных занятий давайте какая цель всех духовных занятий вопрос сподобиться вкушение Бога и когда это дано когда ты вкушаешь Бога нечего останавливаться ведь это цель не думай что ты не прочитал Библию зато ты Бога нашел ты вкусил Бога нечего останавливаться на средствах к Нему и когда размышляешь о чем-нибудь божественном особенно о страданиях Христа Господа остановись на том от чего придешь в умиление и побольше займи этим свое внимание чтобы продлилось это святое чувство видите и когда размышляешь о чем-нибудь божественном особенно о страданиях Христа Господа остановись на том от чего придешь в умиление и побольше займи этим свое внимание чтобы продлить это святое чувство однако и большим препятствием к сохранению внутреннего мира является непреложное обязательство прочитывать в день определенное число кофизм из псалтири глав из Евангелия и апостольских посланий давайте еще раз это предложение прочитаем прочитаем то есть некоторые же возьмут и скажут ну вот мне одно слово запало я вот одно слово или одну фразу читаю он говорит что не надо в крайности ни влево ни вправо он говорит однако еще большим препятствием к сохранению внутреннего мира является непреложное обязательство прочитывать в день определенной число кофизм из псалтири глав Евангелия и апостольских посланий то есть некоторые ставят себе допустим каждый день для галочки написал список на весь год сегодня я читаю одну главу из Евангелия две из апостола одну из апокалипсиса и пять глав из ветхого завета и всегда стараешься вот именно это прочитать и зацикливаешься как бы на этом и озарение божьего не происходит потому что слово божье мы должны пить как источник как вот жаждой томящийся путник в полдень идет доходит до источника и пьет его вот так должны мы читать слово божье а не просто там ты пить не хочешь а ты давай через силу пьешь 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 большое количество это тоже нужно конечно но с водой надо самое главное не выплеснуть и ребенка положившие себе это за правило то есть прочитывать обычно спешат прочитать все не заботясь о том приходит ли на сердце приходит ли сердце в умиление от прочитанного и продолжаются ли в уме какие-либо духовные мысли и созерцания а если не удается им все прочитать тревожиться и смущаются не о том что лишились духовных плодов от чтения для созидания внутреннего своего человека а что не все прочитано вот от чего переживают то есть не сокрушаются о том что в одно ухо зашло в другое вышло нет не об этом а говорят к сожалению не успел все прочитать и завтра придется еще больше прочитывать чтобы план выполнить по прочтению когда занимаешься чтением слова Божия продолжает Никодим Святогорец представляй что за каждым словом присутствует Бог и принимай их как бы исходящими из уст божественных уст из его божественных уст это говорит Никодим Святогорец Иоанн Лесвичник о Иоанн Затауз говорит желающие получить какой-либо плод от того что прочитывается в Священном Писании не должны оставлять без внимания ни одного слова поэтому-то и заповедано нам изучать Писание что многие с первого взгляда показавшиеся простым заключают в себе глубокий смысл источник света Слово Божие будучи исполненным света и источая свет оно просвещает и озаряет души верных Иоанн Затауз так давайте в чате зачитаем у нас сколько много сестра дяди вора можешь можешь прокомментировать эти стихи потому что мы они давно уже пришли чтобы как-то мысль твоя была понятна я могу прокомментировать но вдруг я маленько не точно скажу к чему это ну хорошо я тогда свою версию скажу страна работа в общем о чем что только истинно что 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 справедливо что чисто что любезно что достославно что только добродетель и похвала о том помышляйте чему вы научились что приняли и слышали и видели во мне то исполняйте и бог мира будет с вами так сестра девора пишет брат Александр еще нужно к слову божию подходить с пониманием что это именно господь говорит нам не иметь сомнения ни в одной точке и точке или запятой и когда есть понимание что это господь сказал по-другому воспринимается да кстати вот и сестра это написала а после этого я привел слова святителя не я а Игнать Тихонович привел слова преподобного Никодима Святогорца который говорит что когда занимаешься чтением слова Божия цитирую буквально представляй что за каждым словом присутствует Бог и принимай их как бы исходящими из уст Божий вот сестра как раз об этом и говорит да сестра тебя не слышно было поэтому я начала говорить и не поняла Елену Зису сестру пожалуйста присоедините ну что ж у нас еще есть пять минуток если сестра получится она скажет нет ладно пятый стих цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры то есть смотрите то благовестует цель вот благовестия или увещания это ну ты должен быть как бы ты должен любить это делать ты это должен не делать чтобы вот я там там благоествовал там благоествовал там рассказывал а цель любовь от чистого ты должен именно хотеть спасения этим людям которым ты говорил что которым ты возвещала спасить цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры толкования блаженного феофилакта если ты будешь увещевать не учить Ты достигнешь этого, именно любви. Если внедришь в них любовь, то и всякий растленный догмат не найдет среди них места. Прежде, когда не было любви, существовала зависть. От зависти – властолюбие. От властолюбия – желание учить. Отсюда и ереси. Поэтому все ересиархи – властолюбцы. А теперь, говорит, не так. Он требует любви искренней, любви не на словах, но от сердца и сердца чистого. И непомраченного лицемерия. Любви, которая образуется из душевного расположения и сострадания. Когда разбойники любят разбойников, это происходит не от благой совести, это пример уже, а от злой, и не от веры нелицемерной. Кто искренне верует в Бога, тот не допустит когда-либо отступить от истинной любви, ибо она обнимает всех, истинная любовь. А разбойник убивает проходящих мимо. Отсюда можешь заключить, что кто не имеет любви, у того нет и веры. Сестра Девора пишет, «Вот вы и ответили, почему я привела эти места Писания». Да, у нас есть несколько минуточек. Брат Александр Шацкий приводит. Я понимаю, что это брат Александр. Может быть, ошибаюсь. Может, сестра Любовь Шацкая. Это, получается, 1 Коринфянам, 13 глава. Полностью вся глава, она о любви. «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, Любовь не завидует, Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. И знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадателем, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я поздно. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Таким гимном любви мы заканчиваем сегодняшнее наше занятие. Я благодарю всех за участие, за слушание, за активность. Сейчас у нас время Игнатия Тихоновича, время вопросов и ответов. С миром, братья. Ваше время? Да. Все, пожалуйста, поделитесь там новостями, как у вас обстоят дела. Ну, как обстоят дела-то? Мы тут уже два дня ходим в ООЛ Юстиции, называется Министерство Юстиции, потому что там, где зарегистрирована наша община, где я жил раньше, старая строительная, там сломали эти бараки. Теперь надо... Сколько раз я им говорил, да ну ладно вам, зачем это? А теперь надо думать. Мы пошли, что пропишите, где мы находимся. Ну, я-то просто по статье думал, что-то напишут им все. О, нет. Там разбираются... Я сразу вспомнил, недавно здесь статья в газете высчитал-то. Сколько паразитов, говорит, которые мешают малому... Ну, начинают люди работать, устраиваются как-то. Вот раньше было как? Чтобы продать землю и купить ее, четыре человека. Иеремия продает, другой покупает и два свидетеля. А сегодня в Москве, говорят, 240 организаций надо пройти. Что-то я не поверил. А вот Бурант Игорь там что-то от бабушкин дом оформлял, Игорь Дбунов, в Красноярске. У них там 100-200, это, 120 с чем-то кабинетов. И при том, малый бизнес буквально задыхается в этом. Все это за деньги. И каждый год по новой. Сколько их там сидит? В три-четыре раза больше номенклатуры стало, как было при советской власти. Ну, и вот здесь вчера мы были там. И главное, все согласны, все документы, все на глазах, прописка там, государственные, пищать и стоят. Теперь им надо в другом месте. Это не у них. Потеряли как бы документы, ничего не потеряно. Ну, организация такая, где пенсии там, все это, люди их вводят. Они не могут в отдел юстиции в этот министерство отослать. Сколько времени ждали, ничего не получается. После этого вернулись сюда. Они говорят, на бумаге напишем, что вы у нас были. Ты написали. А тут не могут принять. Опять техника не работает. У нас день прошел. Стою. Я не люблю сидеть, все время стою. Ну, ладно, познакомился там с работниками, подарил им визитки. Ну, они работают, тут не будешь им говорить-то. Ну, а сегодня нам нужна справка, что мы находимся здесь. А раз мы находимся здесь, значит, то, что думают под снос это место сносить, у нас все квертормашками пошло. А так никак. Потому что вот эти два здания, 13 соток земли, земля тоже за мной, и два дома. Это все было сделано официально. И здесь у нас церковь. Мало того, у меня склады здесь, 4 склада, потому что для детей тут готовились, там книги сейчас где-то. Мы это все написали. Опять никак не попадешь. Тут дождь, то что-то. Но сегодня мы все-таки там, начальник уже вышел, мы поздновато, а не поздновато, по-другому нельзя было. Сегодня щебень привезли, 15 тонн. Ну, помогает и зять Елена Гладыщук, Андрей, он там с хозяйством где-то. А мы здесь. Мне надо подтвердить документы, там, что мы с мэром города, и он дал, что эта церковь здесь будет официально. Лучший мэр Российской Федерации, безусловно. Официально признавали десятки лучших, а когда стало разбирательство, в десятки, вот и он самый лучший. Ну, и вот он погиб. Он на несколько месяцев старше меня был. Ну, у нас сохранились фотографии, когда эти дома нам передавали, мы по рукам ударили, даже поцеловались. И на все фотографии. А он самый уважаемый был из всех, наверное, руководителей. Народ его очень любил. Нам надо теперь доказать, что это все такое, к нам нельзя прикасаться. Ну, пока попадали не лично в руки. Посмотрим, что дальше будет. Я просил молиться, но помаленьку подготавливаемся. Завтра, может, песок привезут, потом арматуру. Андрей там хотел взять. Я сильно-то не размахиваю здесь. Угол, который наклонился, его один угол только поднять, выправить и дальше проверить только. Потому что дом оказался без фундамента. Вот Каримов тут, Михаил, если меня вместе с ним подписали, у него молятся о доме. Но как будет, не знаешь. Но я думаю так, вот если приедут здесь, Володя приедет, вот Николай Георгиевич Кузьмин, вот тут иногда молится, сургута. Ну, будем думать. Большая должна быть это болгарка, пропилить асфальт, который здесь, снять эти копыты, и потом туда залезти. Ну, и Андрей, этот голова, взять-то, привез уже в бетономешалку. Мы думали, руками я все думал. Нет, не просил ничего. Это нельзя такое. Ферму завел себе и все как надо. Вот милостью Божией так. И тут сегодня дождик накрапывает, как вовремя это все. Мы одно дело не закончили, посмотрим еще, как будет дальше. Надо ли нет вначале уйти. Потому что такая молва была лет 8-10 назад. Я также запрос сделал, и мне ответили, дома берут только в частном порядке, который люди сдают. А тогда они там уговаривают, там что-то делают, поджигают, там еще только не делается. Высотное здание строят здесь. А у нас здесь река Обтечет, это огромная река, и от нее идет рукав. Рукав, он в тупик заходит, и тут рыбачат все. И они решили, ну глубина там какая, я не знаю, Дубунов там плавает. Он не и купается, а плавает, как он говорит. И они хотят это глубину всю засыпать землею, может с камнем будет. Ну на сколько здесь? Ну километр, наверное, с лишним, а туда, чтобы лайнеры приходили углубить, то есть они могут, у них есть средства. Но тут мы не знаем, как. Если они туда полезут, до нас они не дотронутся. Ну мы, просто так мы не дадимся, мы всех на ноги поднимем. Просим помолиться, чтобы сохранил эти два здания. В одном у нас храм, а в другом мы вот здесь живем. вот такие наши дела. Да, да сохранит Господь все документы, все привести в порядок, вот, и пошлет людей. Все фотографии, тем всем мэром, как мы расставались, бумага от него, дальше, дамайте, что на мне находятся в реестре, и земля, ну все, как надо. Документы все, никто против документов ни слова не говорит. Слишком хорошие документы, но для разбойников какие документы? Так что, ну тут тоже недавно построились, а вот возле нас был двухэтажный дом, прям рядом, деревянный-то. Еще они так договорились с ними, все, хороший дом, прям хороший, из бревен. Разобрали, и теперь тут пустырь, и надо расширяться теперь. И в городе таких мест немало, где они там договоряются, и скорее огораживают, ну и захватили. А дальше строятся будут заказчики, называются. А это же выгодно им. Ну, по милости Божией, вот так находимся пока. Давайте, что у вас там есть? Инатьевич, мир вам, Христос воскресе, Александр. С миром, Александр. Да я вот слушал ваши ролики там вот об избранности, то есть, как определить избранность, то есть, в любом случае, то есть, я как бы услышал так, что сама совесть, чувство такое, что ты действительно, ну, как бы не объяснил. То есть, у меня то, что вы о чем говорили, там, я как бы наблюдал с детства у себя все это, понимаете. То есть, вот такие вот вещи. Я думал, кто за меня так молится, что никто вокруг меня, нету верующих, а я вот иду к Богу. Вот более как-то, ну, понять, расширение, можете сказать, то есть, избранность, то есть, избранный человек, он, значит, из детства избирается к Господом, и там не важно, то есть, нам не определить это состояние, из-за чего это произошло, избранность, так? Господь говорит, много званых, но мало избранных. Что Он сказал? Пояснений никакого нету. Поняли они, или нет? Ну, это Христос сказал, это Его слова, не мои. Люди, окружающие Христа, поняли это или нет? Вы избраны или нет? Человеку, можно сказать, он будет все подражать, делать, и все, а ничего нету. Мертвый, мертвый и живой, как отличаются? Надо родиться свыше. Родился свыше, это и говорит об избрании Божьем. Здесь два момента, главное, два, везде три, а тут два. Первое, ты должен признать, что ты окончательно, бесповоротно погибший грешник. Хоть все твори, каждый день причащайся, а ты понимаешь, какой был, такой и остался. И раздражение, все говорили сегодня, любовь как, не завидуют, там все, а это тебе сразу Бог дает, а не по счастям. Этого нету. Люди думают так, сегодня маленько так, дальше, и златоуц об этом говорит, а об этом надо заботиться, но ничего не получится. Все. Все будет не так, и жена не такая, и дети, и работа, все будет не так. И написано, всегда радуйтесь. Ну как я буду радоваться, когда такая беда? Будешь радоваться, если я рожден свыше. А на рождение Господь избирает, и уже место уготовано. И об этом говорится, как сказать? Это первый этап, признай себя погибшим грешником. По сегодняшний день. Я мертвец. А если ты родился, когда у вас в паспорте написано, когда вы родились, а духовно когда родились, что послужило? Во сколько часов? Не бабушка водила в храм, не то, что священнику прислуживал. Когда ты родился для Бога, когда ты получил крещение Духом Святым, избранник Божий, у тебя все будет по-другому. Где бы что ни было, Господь тебя выставляет, потому что ты его избранник. Вот сегодня у меня тут одна сестра, я ее не вижу сейчас, Голубева Екатерина. И она знает, что у меня 10 июня будет день рождения. Она решила написать стихотворение. У меня талант есть. И чтобы я и Калиников помог Виталию составить с картинками и прочее сделать мне подарок. А тут один брат спрашивает, а вы как на это смотрите? Вот как я на это смотрю? Во-первых, я не знаю ничего. А ты меня уже спрашиваешь через других. Как отношусь к этому делу? Я стихотворение Пушкина выстоял и все. Нет, весь я не умру. И дальше хвалу, 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 приемля равнодушия, не оспаривай глупца. Вот и все. Да есть когда мне смотреть там. Одна можно, Екатерина, сколько там уже стихотворения, и все они озвучили. И не я, это не я же пишу-то, они сами. У меня есть автобиографичные. А почему? То и другое. Господь выравнивает. Одна написала, а сто одна ругают, поносят. Так что тут я отвечу на такие вопросы. Но если я буду отвечать, ты не поймешь. И тогда дальше поверь, что он умер за меня. Я достоин смерти. Он, Иисус Христос, умер за меня. Умереть он не может. Поэтому он принял плоть. 2014 к евреям, когда считаем, то прочитайте-ка для памяти, как дети причастны плоти и крови. Что-то так долго не слышно. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот так. Назначение. Зачем Христу было рождаться, когда он безначальный. Он вечный. 10.30 Евангелие Ана говорит, я и Отец одно. Я с Тимофеев, когда пишет, говорит, он показал себя ангелом. Ангелы, может быть, миллиарды лет прославляют Бога, но не видели его никогда. Тут увидели, в яслях лежит. Показал себя ангелом. Дети причастны плоти и крови. Он стал такой же, как мы. И он умер за нас, и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Ты должен в это поверить. И тогда на распятие, на все, ты будешь смотреть, что это я его распял. Это я его бичевал. Грехами своей, беспутной жизнью. Вот тогда будет видно сразу. Отец, я вот хотел только ... А, извините. Я вторую ступеньку объясняю вам. Сначала признай себя мертвым. А потом надобность... Испытываешь надобность, что вы не просто жил-дожил. Я всегда хожу в церковь, причащаюсь, там, может, что-то помогаешь. Нет. Рождение это не тот акт. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Кого имеем в Христос в виду? Живых. Готлазарь умер, а он уснул только всего. Надо смотреть. И мы молимся. Вот мне смерть предстоит. Вот мне гроб там предлежит. И все. Молитва вечерняя. Мы должны понять, что мы погибшие. Он не просто меня поднял с постели, он из зада вырвал меня. И туда спустился Господь в преисподние места. За мной пришел он туда. Мы-то где находимся? И вот это все говорит, что ты избран. Он дает тебе имя. Дал нам новое имя, назовут христиане, поются. Вот и все. В этом все заключается. Два шага. Признай себя смертным, погибшим, ни к чему не пригодным и ожившим. Бог покажет на что ты годен как новый. Во-первых, реленок кричит. Во-вторых, растет. Вот вспомни себя, допустим, три года назад такой ты был или нет? Духовный рост показать можешь? Назад было не таким. Полгода назад не был таким. Сейчас вот я живу и говорю, Христос воскресе настоящему у меня воскрес, он во мне воскрес, я его изливается. И это кто? Это с преподобным преподобнешь будешь. Вот они говорят, вот ты там в обольщении. Я говорю, я лучше буду в обольщении в этом быть святом, чем в вашем самомнении таком неправедном, праведном каком-то. Нет, отец, я очень благодарен Бога вам и всем. Я говорю, да, я могу сказать, да, Христос воскресе. Я естественно скажу, если я воскрес с ним, значит, все только о горнем. Ты только о Боге разговариваешь. А у меня нет другой темы, просто я вот такой вот и все. Храни вас Господь, отец, много лет вам. Я вот не знаю, я молю Бога, чтобы Господь вам дал и дал много лет жизни. Столько народов, столько людей вы привели к Христу, да, по-настоящему. Не то, что вот у нас смотришь, что-то рассказывают, рассказывают, там рассказывают, и ничего, никто не меняется. Вот я уже думаю, ну бесполезно что-то кому-то рассказывать. Я уже никому ничего не рассказываю. Кто хочет, слушай так. Все, Храни Господь вас, Христос воскресе. Все понятно. Понял я это. Доктор Богословия Павел Бочков пишет, ну это местная, местный журнал для семинаристов Алтайской метрополии, они туда взяли его. И он говорит, к Лапкину по-разному относятся, но тысячи людей, которые пришли ко Христу, в православную церковь, вы куда денете? И сразу все замолкли. Это человеку нельзя. Вот я разговариваю, когда там, кто сидели, Греб Якунин, общеизвестный какой, Зоя Крахмальникова, Дмитрий Дудко, Богородников, Саша, ну люди знатные такие. Ни у кого так не было в заключении, в тюрьме, как у меня. Я когда рассказываю, они смотрят, как сказка какая-то. Я захожу только в камеру, или крестился, мир дома всему, 75 человек, а рассчитано на 25. Три на одну кровать, на одну шконку. И вот дальше здесь, что самое интересное будет, сразу же в этот день у меня начинается проповедь. Три человека нашли не курящих. Тщательно вымыть руки, чтобы никто не закурил в это время, никто не разговаривал, а затем следят, будь здоров. Не рад будешь, если ты нарушен. Все. Отужинали. С 8 часов я начинаю говорить. Отбой в 10, в 10 часам. Открываются двери, охранники со второго этажа, с первого приходят. У двери стоят. Первый день. Это человеку не... Ну это только Бог делать может. Только привезли меня в тюрьму начальник полковник Александр Семенович Соломин вызывает меня. Родной мой. А ты по какой статье? Я говорю, такая-то там, называя, что там-то, это прим называется. А что это за статья? Он полез, достал. О, так это вон что. И он меня все время вызывает, родной мой. Мы беседуем с ним. Политрух пришел. Если что, будет не ладно, сразу меня вызывайте. Капитан. Ильяновский. Владимир Александрович. Первый день. Первая ночь. И уже все. Утром мне говорят, вот вы ночью молились. Семь человек становились сзади на колени. Преступники. По шестой ходке некоторые. Тяжелые статьи. И они становились на колени. Остальные говорят, вы разрешите нам, мы с вами будем молиться. Я только зашел. Первая ночь. От меня тут ничего не зависит. Это Бог делает так. Поэтапы ведут. Завели только в камеру. А там два. И один такой русоволосый парень. Поднял там. Менял деньги. Что-то такое вот это. Обмен был учителями. Он там в Германию учился. Они сюда приезжали там. Ну и, видимо, деньги-то дали. А он их решил там по-другому направить. И вот это поэтапу сюда. Я только открыл камеру. На этапе уже. Он, вы Бог. Я говорю, да какой же я Бог. Я человек. А мне сказано ночью было, что Бог придет к вам. Я говорю, через меня к вам Господь приходит. И он до утра сидел и переписывал Новый Завет там сколько мог показал. Первый шаг. Только через порог. Нельзя это пристроить. Нельзя. Это Бог делает. Вот выдают, когда тебя берут и держат в нулевке. У камеры номера нету. Ну там до утра ночевать. Ко мне, когда выдают, дают там матрас, просто не половина нету. Сожжено, щеперят они, как это дрова называется. А этот, который выдают, а вы откуда? Я говорю, из Барнаула. Я вас уже два года жду. Как? До меня еще только полгода арестовали. 190 прим. Не в этом дело. Мне Бог сказал. А его оставляют при тюрьме. Какие-то льготы. Тут там большие деньги. Кому-то там знают, куда сунуть-то. А я, говорит, спрятал новое. Она просто буквально хрустит. Как нахрахмаленная. Матрас такой, полотенце. Кружка. Никто мне не варил ничего. Он ждет меня. А меня еще не арестовали. Кто это может сделать? Это избрание. Господь сам пролагает тебе путь. Сам. Ну я уже... Если показать, как нас арестовывали, как мы бежали по крышам домов. Вот есть бегущий по льду. И видел кто или нет. Фильм такой. Можно посмотреть, кто пожелает потом. И мы на... Видели ли, Игнатих? Хороший, правда? Очень хороший. По вашей, ну, это... Указанию посмотрели. О! Так вот здесь-то мы тоже по крышам, когда бежали, через улицу туда. Только выскочили туда, а туман был. Двух сторон машины нас уже заблокировали. А я ей говорю, что-то смотрю, они не в форме. Я говорю, а вы что? Я думал, милиция они. А мы повыше милиции. Меня арестовали по санкции московского КГБ, МГБ. У меня очень большой опыт. Этапы. В тюрьме я могу сказать, как себя вести, чтобы на тебя... Вот посмотри, как... Заходит только и сразу, и круглёж ногами ставится. И у параши ночевать будешь, и могут там нехорошие дела сделать. Здесь всё. Первый вечер. Полное молчание. Ни один не закурил. Вымали руки. Я достаю Евангелие, Новый Завет с Псалтирью. От братьев Гедеонов. И начинается проповедь. Вот это избрание. Он меня избрал пройти этот этап. Первый раз арестовали, а один говорит, это вам семинария. Когда попался второй раз, стали смотреть. Это отец вам академия. Вот так. Избрание. То есть, где бы что ни случилось, я по близкому знакомству, по родству с Богом, начинаю говорить, Господи, я вот. Приказываю, что нужно сделать. Вот у нас говорят, Господи, а вот тот-то там сотник, он любит народ наш, синагогу построил. Я построил шесть или семь синагог. То есть, где молились. А в дому у меня, вот вот сейчас вот имею, никого больше нету. Ну, один, два раза, ну, семь раз в разных местах потеряю. И здесь все эти места принадлежат мне, не считая храма, когда батюшки нет, молились. Как это может быть? Притом заранее все это. Это нельзя пристроить никак. Это только избрание, рождение свыше и водительство Духом Святым. Я рассказываю, какие у меня были состояния, какое переживание, когда я обратился 27 сентября 1962 года в 17.00. Первая молитва. Я с молитвы встал и сам на себя смотрю. Вот который склонялся и который встал с молитвы, ну, полчаса, может, было, да меньше. Это разные люди. Совершенно разные. Вот как Бог делает избрание. Он моё показывал ещё в фильме отверженное Викторой Гюго. Его поставили тогда Франция и Италия. Я в армии посмотрел. Это сильно толкнуло меня. Евангелие не знал. Ничего. Избрание это уже было видно. Четыре года. Я уже помню себя хорошо. Четыре года. У меня было желание скрыться, помолиться. Ну, тут взрослого-то и то всё некогда, да забыл, да. Меня Господь на колени ставит. Четыре года. Да ещё многое могу рассказывать. Ну, как определить? Я беру в своей биографии. Я такой вопрос не задаю никогда. Я знаю, кем бы я был. У меня мысли-то были, я буду террористом, убивать коммунистов. А Господь меня сиял светом и говорит, тебя будут гнать, тебя будут убивать. Вот так Бог сделал. Бывает близкий человек и делается врагом, как реагировать на это. Ну, а тут уже не раз было. Ну, как, молиться только. Хвалу, говорит, хулу, приемля равнодушно. Меня спаривай, глупца. Я поэтому благодарю Бога за всё, что у меня есть. Давайте вопросы. Что-то молчание гробовое. Молчал что-то. Молчат. У меня было такое. Человек издалека приезжает. Мы тут вопросов написали так где-то. Ко мне только подошёл, первый вопрос, говорит, сразу щёлкнуло. Ответ нашёл. Дальше только записывает. Бог отвечает это. Она приходила, она везде там, и у Кришнаитов, и везде ходила, искала на занятия. Я говорил о втором пришествии, она говорит. Она прошла напротив кафедры в университете. Человек сидел, женщина встала, пошла сзади, где там одёжа лежит. Она села сюда, говорит, у меня было семь вопросов, и вы начали отвечать в том порядке, в котором они у меня записаны. Ну, и, значит, как я знаю-то? Да откуда я знаю? Я даже и не знал, что это. Я просто говорил. Я просто говорил. Вот я скажу сейчас, вот готовятся проповеди во свете Святой Библии. Определённо скажу, проповедей таких сегодня нету. Самых знаменитых проповедников нету. Или проповеди в стихах, вот четыре тома по 880 страниц. В стихотворной форме. Я, говорит, напишу, у меня всё-таки здесь. А здесь каждое стихотворение это проповедь. Эпиграф из Библии. Четыре тома по 880 страниц. Этого никогда не было нигде. Во многих стихах против каждой строчки, 36 строчек, показана глава стих какой книги Библии, откуда мысль взята. Даже спрашивает, вы сначала написали, потом искали, или знали, что нужно. Я, когда, наверное, сегодня показывал одному человеку, у меня черновики. Я их уничтожала, одна сестра говорит, как же так уничтожаете-то. Стихотворение-то. Ну, осталось, может быть, там, тысячу или сколько. И нет ни одной помарки. Они карандашом написаны. Вот, когда продают бумагу, а четыре, четыре, пятьсот листов. Это семь пащек одна на другой. И записано сверху до низу. Ни одной строчки пустой нет. И ни одной помарки нигде нет. Такого не бывает. Это не может быть. А как? Не знаю. Я ни на вопрос это не могу ответить. Просто у меня проплывает строка, я ее чувствую. Я не вижу, я ее чувствую. Сразу на молитве записываю. А дальше только уже еще там тридцать пять строчек запишу. Иногда, бывало, даже два раза на молитве явится строка. Как это так? Не могу ответить на этот вопрос. Я понимаю, это избрание. Господь на такое дело поставляет. Иногда на невыносимое. Господи, я уже тут не выдержу, наверное, и сразу вспоминаю 10-13 посланий к римлянам. Кто-нибудь, прочитайте-ка. Господь не подает сверхсилы. Господь Ну, ладно тогда. Правда. Ну, вот такое дело. Еще вопросов-то нету. Вопросы есть. Только некоторые думают, как бы задать, да. В самом простом формуле. Говорите, и все. Ну, что, никого нет? Молиться надо, наверное. Да, Игнат Тихонович, тогда назначайте. Хорошо. Так, мы сейчас зайдем сюда. что-то у нас тут сегодня непонятно тут. Ага. Сразу сотворите молитву кратко и в конце обязательно прославьте Святую Троицу и громко скажите «Аминь». Согласна? Согласна. Во славу Божию! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ангел вопияши благодать, нечистая дева, радуйся. И по кирику радуйся, а твой Сын воскресе, тридневен от гроба. И мертвые воздвигнувые люди, веселитесь. Светися, светися о новой Иерусалиме. Слава Бога Господня на тебе, Васия. Ликуй ныне и веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Господи, я благодарю Тебя за братьев и сестер. За Игнатия Тихоновича, за эти занятия. Дай мудрости, Господи, поступать разумно. Дай слух услышать слова Твои Божественного Писания. Дай памяти нам, Господи, запомни все, что мы проходили. Дай любви к друг другу по милости Твоей. Дай силы исполнять все, что мы изучили. Мы Тебя за все благодарим, Господи, за то, что собрал нас и сделал родными. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос. 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 Христос воскресус. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Продолжение следует...